Ну, значит, в июле, когда репортеры центрального телевидения уйдут в отпуск и поедут отдыхать, Николая Дубинина мы отправим на саммит Большой Двадцатки, проверять, сбудутся ли его оптимистичные прогнозы. Ну, я, конечно, шучу, Николай Дубинин тоже уйдет на заслуженный отдых, ну и раз уж мы об этом заговорили, эта неделя, которую жители России провели в предвкушении длинных майских выходных, началась с кошмарного происшествия, которое заставило задуматься многих любителей путешествовать, а стоит ли полет к далеким морям того леденящего кровь ужаса, который ждал ничего не подозревавших пассажиров рейса Москва-Бангкок, ужаса, испытать который не пожелаешь даже и врагу. В понедельник эти кадры показали все телекомпании мира, рассыпанные вещи, качающиеся над креслами кислородные маски, лежащие в проходах раненые люди и кровь, кровь, которая кажется повсюду, и на потолке, и на столу, и на сиденье. Позади были 8 часов утомительного перелета, впереди каких-то 40 минут до долгожданной посадки. И вдруг резкий толчок, после которого в салоне самолета шум работающих двигателей заглушают крики, боли и паники. Стюардессы, разносившие напитки, пассажиры, решившие размять ноги или сходить в туалет, и дети, которых никакая сила не заставит весь полет усидеть в кресле. Все они за считанные секунды дважды взлетели под потолок и дважды рухнули вниз с высоты 2,5 метров. Но как же вообще такое могло произойти? Ведь каждый, кто летал, знает. Когда самолет приближается к зоне турбулентности, по громкой связи на весь салон обязательно объявляют. Пристегните ремни. А над пассажирскими креслами зажигается специальный значок на табло. Ну а к тем, кто норовит пренебречь правилами безопасности, ну или просто задремал, обязательно подойдет стюардесса и настоятельно потребует, чтобы ремень был пристегнут. Но в этот раз случилось то, что авиационные специалисты называют турбулентностью ясного неба. Самолет падает в воздушную яму в тот момент, когда на небе не облачко и ничто, казалось бы, не предвещает опасности. Наш репортер Вячеслав Немышев отправился в Таиланд, чтобы узнать, что сейчас происходит с десятками пострадавших, которые вместо долгожданного отдыха на пляжах проведут майские праздники в больничных палатах. Ну а тем временем Алла Давыдова, пытаясь разобраться в том, почему турбулентность ясного неба невозможно предугадать, с ужасом для себя и других путешественников поняла, что даже пострадавшие пассажиры злополучного рейса Москва-Бангкок, можно сказать, родились в рубашке. Ведь встреча с такой турбулентностью могла закончиться гораздо более жуткой трагедией. Девять часов от Москвы до Бангкока прошли в ожидании этой вроде бы привычной для пассажиров фразы. Но теперь и пугающей. Пристегнитесь, самолет входит в зону турбулентности. А вы пристегнуты? Пока нет. А почему? Вот советуют пристегнуться. Таталистка. Мне не вас здесь сидит. Я выстрелу. 27 пассажиров того злосчастного рейса попали в госпиталь. Пусть даже самый лучший в Бангкоке, но кого же порадует больничная койка вместо морского пляжа? Вот сюда привозили пассажиров того самолета. Потом распределяли. Те, кто не сильно пострадал, в зеленую зону. Кто сильнее, в желтую. Это просто счастливая случайность, что не было тяжелораненых, говорят тайские врачи. Но отделаться от кошмарных воспоминаний будет не так просто. Между первым и вторым броском... Две секунды, наверное, три не прошло. То есть я упала, ну господи, ну все. И опять подлетела. Татьяна и Олег, супруги из Москвы, ни о какой фатальности и не думали. Никто ведь не запрещал ходить по салону самолета. Заорали все очень сильно, очень. Был такой крик, дети плакали. Это было что-то такое, к ушам ужасное. У меня так лазит кровь ручьем. Когда я лежала, поднялась, у меня лучшая кровь подо мной была. Мы думали, что все. Уже Богу молиться, думала, что самолет все упадет, развалится. И как только мы приземлились, мы говорим, что наш самолет прибыл. И мы просим у вас сильное извинение. Что вот это привело к такому плачевному состоянию. Здравствуйте. Здравствуйте. Вячеслав. Зинаида. Поздравляю вас с чудесным спасением. Самолет, он просто, ну, мне показал, что перевернулся. Потому что мы улетели, вот, кто в проход, кто на средний ряд. Зинаида говорит, что страх пришел потом. А в тот момент никто не успел даже осознать, что происходит. Так быстро самолет рухнул вниз. Рядом с ней упала и сильно ушиблась стюардесса. Мы сказали, как часто такое бывает, что это вообще такое. Она сказала, на моей памяти, вернее, на моей практике, это первый раз. На пирс ведь нам надо, да? Юрист из Нижнего Новгорода Александр вместе с семьей летел в том самолете. Здесь-то, а там, вот она, турбулентность. Вот нормально сейчас, да. Очень похоже. Но там воды не было. Но здесь-то, в общем-то, безопасно, а? Ой-ой-ой. А там, конечно, совсем не смешно в воздухе. Там было очень не смешно. Почему было не до смеха пассажирам того злосчастного? Или наоборот, счастливого рейса Москва-Бангкок выясняла моя коллега Алла Давыдова? Салон приземлившегося в Бангкоке российского лайнера был похож на съемочную площадку какого-то жуткого фильма-катастрофы. Но авиаэксперты скажут, повезло, ведь все могло закончиться гораздо хуже. Масса случаев, когда самолеты, пассажиры погибали от мощнейшей турбулентности воздуха. 58-й год. Прощайте, передайте родным. Это были последние слова летчика Кузнецова, чей самолет, попав в турбулентность, свалился в смертельный штопор. Части самолета летели отдельно, люди летели отдельно и чемоданы отдельно. 66-й год. Обломки японского Боинга 707 разлетелись на 16 километров по северо-западному склону Фудзиямы. Мощная турбулентность буквально разорвала лайнер на части, убив 124 пассажира. 2001 год. На кадрах любительской камеры последние минуты жизни девяти членов экипажа и 251 пассажира. Оторвавшись от взлетной полосы, аэрбас попадет в турбулентность от спутного следа впереди летевшего самолетом. Я видел, сначала двигатели отвалились, а потом сам самолет рухнул вон туда. Я видел это своими глазами. Через несколько минут после катастрофы эти кадры покажут во всех новостях. Растерявшийся пилот Стэн Молин обрушил лайнер на жилой квартал. К спискам погибших добавилось еще пятеро. Пилот Алексей Гербаш показывает, в чем была ошибка его американского коллеги и как на самом деле должен поступать пилот, попав в сильную турбулентность. При попадании в такую зону турбулентности, первое, что мы делаем, это отключаем автопилот. У меня сильно растет высота, я опускаю нос вниз, выравниваю самолет. Самое главное в данной ситуации, это не сопротивляться. Те, кто часто летают, знают, чаще всего болтанка в облаках. Самолет трясет в горах и рядом с берега моря. Все эти воздушные ямы легко предвидеть. Предупрежден, значит вооружен. Пилот на чеку, пассажиры пристегнуты. А вот турбулентность при ясном небе, не весть откуда взявшиеся разные воздушные потоки, играют с самолетом, как с пушинкой. Что такое турбулентность и что чувствовали пассажиры рейса Москва-Бангкок? Легко понять, прокатившись вот на таком аттракционе. Когда сидение кресла под тобой, и ты вместе с ним неожиданно падаешь в бездонную пропасть. А теперь представьте, что было бы, если бы пассажиры этого аттракциона не были бы намертво пристегнуты. Не пристегнуты ремнями безопасности. Непристегнутый пассажир, попавшего в сильную турбулентность самолета, мгновенно окажется под потолком. И после сильного удара камнем рухнет вниз, где его ждет еще один удар об пол. Самый опасный для пассажира момент, это когда он отстегивается и встает, чтобы посетить туалетную комнату. Сергей Мельниченко в прошлом борт-радист кремлевского авиаотряда. Летал еще с Хрущевым. Он уверен, в основном в авиационных ЧП страдают часто летающие пассажиры. Люди понимают, что, ну, я всю эту информацию знаю, чего еще обращать внимание. Поэтому авиакомпании некоторые пытаются привлечь внимание к инструктажу по безопасности. И делают их довольно интересно. С юмором. Иногда с песнями и танцами. Но даже намертво пристегнувшись, где гарантия, что с турбулентностью справится пилот? И гигантские перегрузки выдержат воздушное судно. Там такая моща в этих восходящих-неходящих потоках, такая мощность, такая энергия, она его ломает так же успешно, как коробочку спичек. Бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов никого не хочет пугать. Ведь чаще причина авиакатастроф не сама турбулентность, а ошибка пилота в воздушной яме. Он уверен, это действие экипажа рейса Москва-Бангкок спасли 313 жизней. Самолеты с каждым годом становятся все лучше. Пилоты учатся на чужих ошибках. Но доцент университета Рейдинга Пол Уильямс бьет тревогу. Расслабляться не стоит. С каждым рейсом трясти будет все сильнее. Мы прогнозируем количество турбулентности. Ясного неба будет расти. Эта турбулентность настолько сильная, что страпы самолета вас доставят в госпиталь. Они станут чаще в два раза. Даже в три раза из-за изменения климата. Ведущий метеорологи мира объясняет участившиеся случаи сильной турбулентности изменением климата, от которого не спрятаться, не скрыться. Неужели теперь каждый полет может быть таким, когда всего несколько секунд болтанки превратят твою жизнь в настоящий кошмар? Алла Давыдова, Вячеслав Немышев, Ольга Яковлева и Алина Берлинде. Центральное телевидение. Действительно кошмар. Никуда не полечу на майский. Предлагаю отвлечься от тревожных тем и сделать небольшую передышку. Ну а...